меня зовут сергей мартыненко я сейчас приехал из москвы вот жил в иваново родился на южном урале сиральтамаки такая вот заказа образная судьба кто-то обо мне слышал или вы просто пришли кто читал мой блог 12 немного а вот это вот напрасно а можно листки принести обратно да ладно хорошо напишу заново все не успеешь оглянуться уже унесли вот я в индустрии довольно давно но первый программ 80 год в индустрии пришел в 74 преподавал примерно 3000 часов преподавания ну вместе вот этим семинарами тренингами так далее вот работал программистом тестировщиком работал на первой линии несколько раз работал архитектором руководителем проекта системным аналитиком проектировщиком интерфейса иногда писал руководство пользователей вот чего иногда делал это на одном проекте то есть да на одном проектов я руководил проектом создание универсальной электронной карты гражданин Российской Федерации. Там я был руководителем проекта, архитектором, системным аналитиком, демонстратором и тестировщиком. У меня довольно странный опыт и довольно странные взгляды на то, что происходит в этой индустрии. Как я говорю, у меня мозги немножко вывернуты наизнанку, я вижу мир с другой стороны. Если смотрели фильм «Трасса 60», там есть замечательный эпизод с картами, фокус с картами. То есть человеку показывают карту, он должен называть масти. В какой-то момент ему показывают красные пики и черные червы. И он ошибается, потому что он смотрит на цвет, а форма у них похожа. Я всегда старался увидеть вот эти изъяны и говорить то, что есть на самом деле. Я давно борюсь со взглядами многих людей на автоматизацию тестирования. Иногда это получается, иногда нет, потому что заблуждение по этому поводу похоже повально. Ну, а здесь, как я понимаю, множество различных фирм, в том числе и с КБ Контур, правильно? Довольно много, как я понимаю. И есть люди из других фирм, правильно? Нетестировщики тоже есть. Внимите руки, кто не тестер. Что, совсем мало все остальные тестировщики? Есть неопределившиеся. Бывает. Ну, хорошо. Среди неопределившихся. Ваши ожидания, что вы хотите услышать? Мне интересно, те три буквы английские, которые были въявлены в заговоре нашего мероприятия, и, в принципе, послушать о вашей заглядной тестировании. От взгляда на тестирование я, наверное, говорить не буду. Это немножко, как бы, много говорить придется. То есть это день, два, там, три и так далее. Не-не-не-не, у меня завтра самолет. Я хочу к дочке. Вот. А вы что хотите? Зачем пришли? Что хотите использовать в своей жизни, в своей работе? Ну, навыки полученные, в принципе, знания. Ну, я понимаю, вы будете рассказывать именно о своем взгляде. Ну, не то, что о тестировании, а о каком-то процессе. Именно узнать новую точку и что-то новое для себя открыть. Может, тоже узнать какие-то, ну, новые знания о том, о чем я раньше, может, даже не задумывался, и раньше для меня это было вообще. Хорошо, сделаем по-другому. Есть ли здесь люди, которые собираются принимать решение о запуске проекта автоматизации на основании этого семинара? То есть… Решение принимаю не я, но сообщательные, как у вас у меня есть. Угу. То есть вам нужна аргументация? Ну, да. Отлично, замечательно. У меня есть сейчас какой-то взгляд, да, на основании которого я бы принимала решение, но я не уверена, правильный он или нет. Угу, отлично. Замечательно. Итак, поехали. Начнем семинар. Собственно, основную часть. Что такое, Рой, кто скажет? Понятец, сколько денег вернется? Да, понятец. Вот мы вложили миллион долларов, сколько вернется? Теперь давайте попишем немножко. Условно мы вложили там тысячу условных единиц, да? Тысячу условных единиц. Это вариант А. Вернулось две тысячи. Вариант Б. Вложили тысячу, вернулось полторы тысячи. Что лучше? Понятно. Почему? Чего не хватает? Времени не хватает. Здесь один месяц, здесь одна неделя. То есть здесь оборачиваемость средств гораздо выше. Окей. Поехали. Вариант С. Тысяча. Полторы тысячи. Одна неделя. Что лучше? Хорошо. Даже не полторы, а тысячи семьсот. Какие причем ресурсы? Мы вложили, это полное вложение. Чего еще не хватает? Ну, непонятно, это конец или как? Нет, мы каждую неделю делаем вот так. Вот здесь тысяча семьсот, пусть будет так, да? Здесь полторы тысячи. Вот зарплаты и прочее, они вот здесь вот. Бензин и так далее. Здесь не хватает величины, что мы должны перед этим были купить. Здесь мы ничего не покупали, здесь мы купили грузовик, большой грузовик. Или вообще поезд. Не-не-не-не-не-не, это связанный капитал. Кто читал книжку Галтрата ЦР1? Окей, тогда я очень рекомендую, потому что там вот эта вот вещь разбирается очень подробно. Вернемся к первоистокам. Коллеги, на многих ресурсах в Software Testing, OML2.ru Размещен список книг, там рекомендации к ченю, zip-файл. Там составлен список мной и Максом Дорофеем, которые можно просто скачать и использовать. Software Testing знаете? Отлично. Вот. Вот это вот вопрос, непонятки, непонятки, непонятки. То есть это непонятно, как считать ROI, да? Поэтому я говорю, что вот то описание ROI, которое есть в учебниках по менеджменту, оно, в общем-то, недостаточно хорошо. Вернее, это считаю не я, это считает Ильяху Галтрат, а я с ним просто согласен. И, собственно, я начну с того же самого риторического вопроса, с которого Ильяху Галтрат начал в своей книге «Цель 1». Скажите, вот есть коммерческая фирма. Какова ее цель? У нее есть ограничения. Потому что там есть еще два неизвестных в этом уравнении, у которых есть свои цели. Для того, чтобы зарабатывать деньги, мы должны удовлетворить цель еще двух игроков. Кого? Потребителя. Потребителя. Что хочет потребитель? Хороший продукт. За вменяемость цену, правильно? За честную цену. Еще есть один игрок? Нет. Нет. Владельцы фирмы. Вот они, вот их цель. Они организовали фирму вовсе не потому, что там… Нет, нет. Были люди в 90-е годы, которые организовывали фирмы исключительно для того, чтобы поиграться в бизнес. То есть зарабатывали на НДКОМ, а это было интересно. Дайте я поиграю в бизнес. Давайте мы сегодня сделаем матричную структуру, завтра проектную. Давайте перейдем в другой офис. Давайте вот у нас там менеджер Катя будет заниматься тестированием, а тестировщики будут мать полы. Как говорится, пусть слоники побегают. Или другой там анекдот. Пусть поймал хиппи золотую рыбку, пусть Китай нападет на Финляндию. Пусть Финляндия нападет на Китай. Пусть Китай снова нападет на Финляндию. Слушай, зачем тебе это? А я люблю, когда люди тусуются. Такие тоже бывают развлеканцы. Но их сейчас, они выпиливаются с рынка. Есть еще один игрок. Правильно, персонал. Его интересы понятны. И устойчивую систему мы можем получить только при выполнении всех трех целей, всех трех игроков. К сожалению, это на верхнем уровне. Не выпил что-то одно. К чему я это веду? Позиция очень многих айтишников немножко наплевательская. Фирма должна платить мне деньги, но я буду что-то делать. Моя позиция следующая. Если фирма не зарабатывает деньги, она не сможет платить мне приличную зарплату. Если фирма зарабатывает хорошие деньги, она может платить мне хорошую зарплату. Захочет, не захочет, это другой вопрос. По крайней мере, она может. Если фирма денег не зарабатывает, если она разоряется, денег она мне платить не может. Я работал в нескольких компаниях, которые не могли платить нам деньги. Ну, итог понятен. Потому что они плохо зарабатывали. К чему я это веду? Если вы ошибетесь с автоматизацией тестирования, ваша фирма недополучит некоторое количество денег. Возможно, она разорится, возможно, нет. Но зарплату вам повысить она, наверное, не сможет. Собственно, и в этом ценность для вас. Ценность для фирмы, она понятна. Она может заработать больше денег или нет. Но у вас это не так волнует. Вам волнует ваша цель. И, собственно, сегодня, я надеюсь, вы получите аргументацию, которую можете презентовать на каких-то собраниях, на каких-то совещаниях. Да, было бы хорошо, если бы сюда пришли не вы. Как я говорю, лучше бы, вот я вел двух дней на тренинг, там было 15 человек. Вот лучше бы пришли не 15, а один, но генеральный директор. В этом случае для вот всех этих 15, для всей фирмы целого было бы лучше. Более того, вам скажу, что был такой замечательный менеджер 20-го столетия, один из самых великих или самый великий, Эдвард Земенков. Нет? Да. Это человек, который менял процесс не в фирмах. Он не разменялся на всякую мелочь, типа там Гугла, Фейсбука, Тойота. Ну, что это, господи, мелкие компании. Вот. Он оперировал мировыми экономиками. То есть он вывел на второе место экономику Японии, а потом оставил на первом месте экономику США, с которой вполне могли с пьедестала выгнать японцев. Всего на все. Вот. Он не имел заводов, газет, пароходов. Он занимался тем, что было ему интересно, он преподавал. На семинар к нему собиралось до 400 человек. Вот. За семинар он четырехдневный, он получал с каждого человека 20 тысяч долларов. Вполне достаточно, чтобы не думать о том, как работать, набирать персонал, где искать сырье, как работать с конкурентами. У него все было хорошо. Он вел отличную жизнь. Вот. И у него было правило. Если фирма посылает людей на обучение, там, 3, 5, 10 человек, и вот они привозят чемодан денег, он их выгонял, если не приезжал генеральный директор. Ну? Нет. Он их просто не брал. Мне не нужны ваши деньги, потому что я не могу вам помочь. Я не знаю, дойду ли я до его уровня, но, в общем, скажем так, я надеюсь пробиться, вот моя цель, чтобы вы донесли мои мысли до вашего топ-менеджмента, и, возможно, меня пригласят. Возможно. То есть я действительно работал в проектах спасения фирм. Возможно, возможно, благодаря моим усилиям, фирма, имеющая персонал в 400 человек, стала изубыточной, перешла в прибыльной. У них там времени жизни оставалось порядка год-полтора. Я понимаю, что это не только мое усилие, но я надеюсь, что мой вклад тоже там был. И, а, все, забыли опустить. Итак, цель фирмы зарабатывать деньги. Сегодняшний семинар у нас посвящен тому, что мы попробуем помочь нашей фирме зарабатывать больше денег. Возможно, вам дойдут за это премия. А, возможно, просто похвалят. А, может быть, нет. Не знаю. Вот. Чем характеризуется финансовое состояние фирмы? То есть как определить, что у фирмы все хорошо или все плохо? И как определить, что вот какими-то действиями мы сделали лучше? Их будет больше расходов. Это называется проход. Голдерат был вынужден ввести новый термин, чтобы люди не привязывались к старым. Проход равен продаже минус закупке. В мире производства софта, если чисто производим софт без продажи серверов и так далее, у нас закупок нет. И это, на самом деле, может быть самый интересный вариант. Но это не всегда бывает так. Часто мы поставляем системы как совокупность программного испечения, серверных части, свечей, сетей, обученных сотрудников и так далее, и там подобное. То есть что-то приходится закупать. Вот. Ну, повторяю, я, как правило, все-таки стараюсь работать вот там, где этого нет. Потому что, почему-то, когда мы продаем сервера, подавляющее большинство фирм, по крайней мере, Москве, пытается продать только сервера. То есть зачем нам эта система? А почему бы нет? Вот есть стойка, вот залеганные огоньки, они мигают, красиво. Вы можете приводить сюда министров, показывать им эти огоньки, они будут радоваться. А работать оно будет? А зачем? Ну, как-то неинтересно. То есть мне неинтересно делать муляжи, потемкинские деревни. Мне интересно делать работающие системы, мне интересно делать софт. Вот. Это первая характеристика. Вторая характеристика. Кому он нужен? Это лишь средство. Сейчас это вот вы подменяете цель, средство. Это одна из ошибок при написании целей проектов. Это одна из классических ошибок. Вы цель подменяете средством. Может, лечество продуктов на рынке. Зачем? Это средство. Это средство для зарабатывания денег. Фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда. Так. Второй параметр — это операционные расходы. это все то, что вы должны платить, даже если ничего не производите. То есть, люксофт развивается. У него отличный контракт с Боингом. Боинг — его ключевой клиент. Там не просто самый жирный на 2001 год, а вообще, говорится, ну, можно сказать, доминирующее количество денег приходит оттуда. Но случается 2001 год, 9 сентября, 11 сентября. И, соответственно, прибыль компаний-авиаперевозчиков в Соединенных Штатах падает почти до нуля. Количество перевозок там в три раза, что ли, упало тогда. Вот. Боинг закрывает все контракты. И людям в люксофте делать нечего. Они просто приходят на работу. Но аренду помещения, зарплату, электричество, интернет и так далее там подобное все равно платить надо. То есть, если вдруг вы потеряли все заказы, вы ничего не закупаете для производства, то операционные расходы — это то, что вам приходится платить. И третье. Это то, что я говорил, что нужно приобрести, во что нужно вложить деньги для того, чтобы производить. Это связанный капитал. То есть, если вы хотите производить табуретки, мы покупаем фанеру, это вот здесь вот, бруски, шурупы, это здесь. Продают табуретки, вот продажи. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно связать капитал. Нам нужно купить рубанок, пилу, шлифовальную машинку, кисточки и так далее там подобное. В нашей индустрии, давайте будем говорить не про интеграторов, а просто про разработчиков ПО. Есть аналогичные параметры. Я долго искал параметры для связанного капитала, в конце концов, решил заменить time-to-market. Итого, для нашей индустрии первый, то же самое, проход. Закупок нет, это значит продажи. Второе, операционные расходы точно так же остаются. И третье, всем видно или крупнее писать? Кто может объяснить в последний термин? Чуть громче. Можно мерить двумя способами. Если вы не можете померить первым, то мерить и вторым. То есть, да, я предлагаю время от фиксации идей в трекере. То есть, мое мнение, если что-то не зафиксировано в трекере, оно не существует. Трекер может быть, это может быть и вики, любой способ, да. Это может быть почта, первое письмо по поводу этой идеи. Вот. Это может быть синопсис, ну, резюме, совещание. Но она должна быть зафиксирована. Она не должна быть здесь. Здесь я ее могу обдумывать много лет, это никого не волнует. Вот время от этого момента до первого доллара прибыли. Если вы не можете это померить, мерите по-другому. До того, как это вышло в пруд. на самом деле, будем откровенны, многие фичи, которые просит заказчик, не приносят прибыли ему. Многие фичи, которые просит заказчик, приносят ему убыток. Заказчик иногда внутренний. В этом случае до появления убытка. Вы засмеетесь. Есть множество фич, которые приносят убыток компании. Что такое убыток? Ну, у компании есть джира в качестве трекера. Компания в какой-то момент, разработчик ПО, решила, то есть это внутренний заказчик, решила учитывать часы, которые тратятся на разработку фич. В разрезе различных специальностей, в разрезе различных отделов. В тот момент, когда эта штука появится в пруде, компания выстрелась в ногу. Теперь она зарабатывает меньше. Факт. Максим, я это смог доказать за два дня? Почти да. Скажем так, я не говорю, убедил ли. Я не спрашиваю, убедил ли. Я понимаю, что на перестроение сознания требуется много времени. Вы не доверите. Я вчера буквально объяснял к организму, почему они не должны быть в рабочем времени. Но, не менее, я считаю, что такая практика, по-моему, может и принести прибыль тоже. Хотя это очень сложно, поэтому, как правило, организация этого требует существенного джаза. Как правило, не денежная. она приводит к падению производительности, это раз, и второе, она приводит к увеличению time to market, а это прямые потери. Как? А потому, что заставляют списывать все 40 часов в неделю, в результате люди вынуждены генерировать работу, образуется куча незавершенки, и time to market стремительно летит вверх. Как я уже сказал, действительно, в большинстве случаев, скорее всего, это так. Однако у меня есть примеры, когда это является всего лишь навсего данные для рефлексии команды и вполне полезная штука. Просто записи, сколько я потратил и сколько я планировал. Парк. Как для оценки примерного времени не помню? Хорошо, сегодняшний семинар посвящен не обсуждению этих вещей, но я просто привел пример то, что те фичи, которые, на мой взгляд, вредны. Я хотел уточнить следующее. У меня просто убыток, но сам по нему просто беззадача, потому что они уже начали тратиться деньги. Тоже верно. Вы это имеете в виду? Нет, нет, нет. Я говорю в прот. Да, вышло в прот. Есть еще другие варианты. Чем больше фич, тем сложнее, добавить следующее. Если фича бесполезна, вы только что усложнили код. Если фича бесполезна в смысле бизнеса, вы только что ухудшили изобилити. Причем переусложнить код можно настолько, что два года назад мы добавляли новую фичу, которую просил заказчик на неделю, теперь за два месяца. Он очень недоволен. Но, к сожалению, они попросили очень много ненужных фич. Продажи, операционные расходы, time to market. Это классификатор. Классификатор очень мощная штука. За последние годы, то есть я классификатор применял много-много лет, но вот за последние годы, за последние годы тренингов, общения с народом, я понял, что во многих своих тренингах я изобрел необыкновенные мощные средства верификации. Теперь я его применяю везде. То есть вот этот предыдущий тренинг, он в частности был посвящен классификации видов тестирования. Это позволяет проверить идеи. Есть классификатор видов шагов юзкейсов. Он позволяет посмотреть, правильно написан конкретно юзкейс. Есть классификатор видов юзкейсов. Он позволяет понять полноту и не просто полноту, но и то, что правильно ли вы составили реестр вообще. То есть если вы из заголовка не можете его классифицировать, ну, прочитав заголовок не можете классифицировать юзкейс, скорее всего вы написали его плохо. Значит, его надо переписать. Но наибольшую ценность имеет классификатор целей. Когда вы запускаете какой-либо проект, вот там, где у вас есть пункт цель, вы должны написать цель, потом посмотреть, можете ли вы ее классифицировать по этому классификатору. То есть что вы изменяете. Приведу пример. Много лет назад встречаюсь с СИО большой компании. Это крупная сеть, одна из крупнейших сетей аптек в России. Он там рассказывал о том, что не очень давно, они очень интересный рассказ был про то, как они перешли от системы складского учета к системе логистики. Ну, они вложили туда какое-то количество денег, то ли миллион долларов, то ли два, такие порядки, неинтересно мне было. Я спрашиваю, а какая у вас была цель? Зачем вы это сделали? Его ответ был совершенно четок. Мы уменьшили объем арендуемых складов с 50 тысяч до 10 тысяч. То есть ежемесячно сократились операционные расходы. Совершенно четко понятная цель. Совершенно четко понятно огласифицировать. Совершенно четко понятно, был проект успешен или нет. То есть нет никакого сомнения, что их проект был успешен. И в принципе вот эта цель записана как сокращение объема арендуемых складов хотя бы в половину. То есть целевой показатель половина, желаемый показатель, то есть то, что сверх задачи, это сокращение в 5 раз. Вот они ее добились, у них все замечательно. Вторая цель это очевидно уменьшение кредитной нагрузки. Уменьшение кредитной нагрузки на те товары, которые хранятся на складах. То есть уменьшение того, что они закупили и у них лежит. И эта кредитная нагрузка это весьма нехило. То есть они в 5 раз уменьшили, объем арендуемых складов уменьшился в 5 раз, значит они в 5 раз уменьшили связанный капитал. То есть у них вот здесь еще появилось связанный капитал, персональные расходы. И на самом деле система логистики позволяет лучше удовлетворять нужды покупателей, потому что в аптеках чаще оказывается тот товар, который востребован. То есть они быстрее пополняют то, что уже из расхода. То есть у них еще выросли продажи. лучше удовлетворенный спрос. Их проект точно успешен. Цель их проекта легко классифицировать. Когда вы запускаете какой-то проект, например, проект изменения чего-то, потому что у вас есть процесс поиска ошибок, и он может проводиться вручную. Вы можете запустить проект по тому, чтобы поиск ошибок производился роботом с криптами. У этого проекта должна быть цель, которая должна быть классифицирована по этой штуке. Если она по ней не классифицируется, значит, ваш проект скорее всего ошибочен. Принято? Кто-то не согласен? И еще небольшая вводная часть. Что такое процесс? После этого, я думаю, сделаем перерыв на 5 минут. Сейчас я нарисую мнемонику. Может быть, ее зарисовать это будет весьма полезно, когда вы будете списывать свои процессы. просто если вы забываете хотя бы один пункт, у вас описание неполное, и вы потом модифицировать его можете неправильно, и работать по нему неправильно. это мнемоника пришла из 60-х годов. Это мнемонику предложил Георгий Павлович Щедровицкий. Мне просто повезло в 91-м году я попал на тренинг его ученика. Это схема, просто рисунок запоминается проще. Каждое, что здесь нарисовано, что-то означает. Итак, описание процесса, вот это процесс, состоит из описания продукта, описания материала, то есть то, что на вход идет. Он делает для меры материального производства. Для нас это не материал, это то, что идет на вход. То есть на разработку ПО, на входе разработки ПО, там, скажем, спецификация. На входе процесса тестирования это спецификация плюс исполняемый код, например. Эта стрелочка означает порядок преобразования одного в другую. Здесь средства преобразования. И те вещи, которые почти всегда забывают и в результате имеют большие-большие проблемы. Вот. У нас есть еще исполнитель и в описании процесса должно быть описание его навыков и умений, навыков, знаний и умений и нормы деятельности, которыми он руководствуется при выполнении данного процесса. Вот сейчас у вас должны быть вопросы. Что-то как-то вы замолчали, что пятница вечер, уже все и поговорить нельзя? это субботу. Это просто для меня последний день рабочий на этой неделе. А что такое норма деятельности? Это в частности рекламенты, инструкции, техника безопасности. Нормативная документация? Да. Ну, собственно, норма деятельности, нормативная документация, буквы один и те же. Я оставил те термины, которые слышал тогда, потому что, ну, как это означает, что менять-то? Почему два потока из-за материала не это? Это порядок преобразования, это средства преобразования. В случае автоматизированного этого самого тестирования средством у вас будет, например, вселением, например. Допустим, когда у нас есть процесс управления дефектами, на входе не приоритизированный реестр, на выходе приоритизированный реестр, порядок преобразования, совещание заказчика, тест-менеджера и лидера проекта, например. Как они это делают? Они последовательно перебирают и щелк-щелк-щелк-щелк. Что-то закрыть, потому что мы делать это не будем, потому что не будем делать никогда что-то отложить, заморозить, что-то поставить в этот релиз, а что-то пока оставить. Так, еще? Почему левая сторона справа и слеза? Какая левая, какая правая? Ну, где схема слева и человек справа. Ну, вот это человек или что? Потому что это человек, потому что это такая схема. Человек и слеза, да. Просто вот когда вы описываете процесс, вы должны описать и вот это, и вот это. нормативные документы по процессу или это и есть? Нормативные документы. Как мы описываем дефект? Что мы заполняем? Обязательным к заполнению является заголовок. Заголовок должен быть... Но это инструкция к исполнителю. Да, да. Я имею в виду описание самого преобразования. Его не должно быть? Ну, вот вы описываете процесс, вы описываете порядок преобразования. Что характерно, одной из ошибок является попытка заменить что-то одно. Всегда что-то одно. Обычно пытаются искать серебряную пулю. Вот атишники этим просто болеют. Это какая-то заразная болезнь типа испанки в начале века, которую унесла больше, чем вся Первая мировая война. Они всегда надеются на то, что если они поменяют средства, у них все сразу станет хорошо. Давайте мы вместо мантиса поставим богзилу. И у нас все вдруг взлетит. Не, не взлетит, ребята. А давайте мы поставим селением. У нас все взлетит. Нет, не взлетит. А давайте мы с Меркурила перейдем на гид. Гид. Не, не взлетит. Здесь я согласен с глазом, что вот в этих самых средствах они давно перестали быть серебряной пулей. И в общем-то там практически выбрана возможность улучшения. 5% может быть, хотя очень-очень вряд ли. Скорее вам следует надеяться на 1%. Именно поэтому я считаю книгу гугла макулатурой. Они пишут «А давайте забабахаем свой трекер, у вас проекты полетят». Ребята, возьмите на рынке любой. Любой трекер лучше отсутствия трекер. Зачем вам свой бабахать? Ну, прикольно же, да? Лампочки мигают, люди веселят, слоники бегают. А ты из той же книжки «А давайте мы собственный фреймворк тестирования разработаем». Зачем? Есть готовые. Возьмите. Вы запуститесь быстрее. Не, ну так интересно, слоники бегают, люди тусуются. Китай на Финляндию напал. Чаще всего области улучшения лежат не там. Чаще всего области улучшений лежат вот здесь, здесь, здесь. Какой? Вот первое вот это, да? Первое, второе. Можно проголосовать. Давайте вот так напишем, не так. Вот это А, это Б, это С. Так, так, Б и С, да? Провокация сейчас. Нет, провокация была не так, не в этом. Провокация была в свое время на литератургическом фестивале, когда я попросил поднять руки, там, есть здесь компетентные менеджеры? Руки не поднялось. Я говорю, поверните камеру в зал, пусть народ увидит своих героев. Вот это была провокация. Давайте попробуем посчитать. С, Д, Е. Кто за то, что область улучшения в первую очередь лежит в А? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Если я правильно посчитал. Кто считает, что область улучшения лежит здесь? Один, два, три, четырнадцать. Не, 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 я имею в виду, что это взаимозависимые вещи, одно потянет за собой другое однозначно, потому что иначе А уйдет просто из Б тревшего. Хорошо, давайте сделаем так, можно проголосовать за несколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я имею в виду, что в первую очередь это надо менять все. Так, просто здесь хороший реплик, что не можем изменить одно, не изменяя другое. Конечно, а мы начали с системой разрушиться. Why not? C. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. D. Что плохо? Это порядок преобразований. Как сделать табуретку? Первая технологическая операция. Режем бруски. А, стоп, разборка автомата Калашникова. Поставить автомат вертикально, отсоединить магазин, снять с предохранителя, передернуть затвор. Кажется, это B. Нет. В чем отличие? Не могу еще. Здесь. Одно это экземпляр творчества, производное от B получается? Нет. Это конкретно. Хорошо, это может быть B. Может быть B. Не вопрос. Конкретные варианты B. Может быть, да, вполне. Женя взял конкретный автомат и конкретно его разобрал. Хорошо, D. А что такое D? Понятно, мы не понимаем, что такое D, поэтому оставим без голосования. и теперь их средства, то есть инструментальные средства, которые мы используем. Трейкер, Вики, Microsoft Project, не знаю, WinRunner, может быть. Total Commander, еще что-нибудь. Mercury. Руки. Кто считает так? Нет, это человечек уже, видишь? А, я. Я просто подумал, что все-таки средства производства тоже очень важная штука, поэтому выработай с сортом, который тебе родной и знакомый всегда приятнее, чем с незнакомым. Хорошо, я имею в виду, если мы сейчас поменяем родной и знакомый, но не родной и не знаком. Согласен. Драйвер, драйвером оно не будет. Все равно изменение в смысле. Без смысла менять, начинать изменение с этого. Кто считает, что имеет смысл? Что если мы сменим Bugzilla на Mantis, у нас все взлетит. Если мы Excel сменим на Jivo, то поднимаете? Поднимаете руку? Не всегда. Так, я понимаю, здесь ноль голосов, да? 0,5. Так вот, автоматизация процесса поиска багов, она лежит здесь. Печально, да? И вы только что проголосовали против. Чего приходили? Вот. Есть так называемая пузырьковая диаграмма. Какие изменения мы будем делать первыми? здесь деньги, деньги сейчас, быстрые деньги. Здесь стратегические цели, это далекие деньги. Мы хотим, цель компании, зарабатывать деньги сейчас и в будущем. Поэтому, если мы работаем только на это, в конце концов, мы пойдем искать другую работу. если мы работаем только на это, мы пойдем быстро искать другую работу. Соответственно, пузырьковая диаграмма, размер это сколько нужно вложить в любой проект, проект изменений тоже, то есть, автоматизация, тестирование, это реально нормальный проект, в него выкладывается. там могут быть проекты, я не знаю, по обучению сотрудников, могут быть проекты по переходу действительно с Excel на Jira, не проблема, это действительно проект, нормальный проект. Я сам участвовал в проекте внедрения Jira, потому что вы не представляете себе, во время аудита в департаменте всего-навсего из ста человек были обнаружены используемые две Jira. так вот, уже смешно, да? Трек-студия, две самописных системы, по-моему, еще два мантиса было, а, две вокзилы было еще. Вот до досок они не додумались, не успели. После проведения аудита, ну, там, аудит включал себя не только это, но и вообще состояние в департаменте, вот, заказчик, руководитель департамента впервые за несколько лет увидел, что у него происходит, мы ему объяснили, что будет, если свести все в одну систему и настроить систему отчетности, и он сказал, да, все, переходим на одну систему отчетности, и там будет дашборд, по которому я буду видеть, что происходит в департаменте. То есть, у каких-то отделов получалось так, что у них тайм-то-маркет два дня на любую задачу практически. Они работали на бухгалтерии, у них это была вынужденность. Вот. Был отдел, у которого шло расхождение, то есть у них задач поступало в полтора раза больше, чем они могли решить. Ну и, соответственно, тоже с этим надо было что-то делать, либо людей добавить, либо просто задачи закрывать и говорить заказчику, мы никогда их не сделаем. Но заказчикам нужно сохранять хорошее отношение, и поэтому говорить ему, что вот эти задачи мы никогда не сделаем, это правильно, то есть управлять ожиданием. иначе он нервничает. Вот. Ну, соответственно, вот есть у нас куча проектов, они как-то здесь расположены. Да. Вы не сказали, что остальные кучи использовали? Что? Что остальные использовали? То есть там Бокзилла, Джиры, остальные кучи использовали? Нет. В департаменте на 100 человек были обнаружены в разных, используемы в разных отделах две самописных системы, две Бокзиллы, две Джиры и Трекстудия. Это все? Это полный комплект. Часть распоряжения передавалась устно и нигде не фиксировалась, существенная часть. Это геологические? Просто не ясно. Насколько я понимаю, было еще, а, нет, был еще, не омни-трекер, как же там? А, да, нет, был еще омни-трекер и было еще какая-то система управления работами на основе какой-то хрени. Часть задач фиксировалась только там. Ну, зоопарк еще тот. Вот. Логично, что, например, что выгоднее всего в этом ситуации начинать проект вот с этот. Вложения небольшие, риски небольшие, денег много, соответствует стратегическим целям компании. Дальше там уже можно как-то маневрировать. Логично, что такие проекты начинать не стоит. Такие проекты иногда можно начинать, особенно если они вот здесь. Иногда можно начинать вот такие проекты. Он гарантированно убыточен, но он может стрельнуть потом. Он долгое время будет убыточным. Таким проектом, наверное, был Newton. Не помните такое? Это предок смартофона, я его держал в руках в 94-м. Он не взлетел, он был глубоко убыточен. Это Apple, который? Да, 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 совершенно верно. Зато теперь у Apple есть хорошо продающийся iOS, да, там, как это называется, iPhone. У меня самого его нет, то есть, вернее, как, у меня есть какая-то штука, смартофон лежит дома, подаренный сколько-то месяцев назад, но ни мне, ни жене он не нужен. Вот. Но почти у всех у вас есть смартофон, и у многих, наверное, есть этот смартофон от Apple. То есть, тогда это не стрельного, но это соответствовало стратегическим целям компании, они в дальнейшем на это выехали. У них был глубоко убыточный проект «Школа будущего», они ставили свою технику в школы и пытались сделать так, чтобы каждый ученик, обучался по индивидуальной программе, кто-то заканчивал школу за 8 лет, кто-то за 14. Вот. И большую часть времени, большую часть знаний они получали там из компьютера. Вот. Проект не взлетел, его, собственно, задача была «Давайте мы научим всех этих учеников работать именно на нашем компьютере, пусть они к этому привыкнут, когда выйдут из школы, они что-нибудь наше купят». Глубоко убыточный проект, но соответственно стратегическим целям. Вот. Итак, мы разобрали, что такое процесс. Мы разобрали, какие проекты желательно делать. Мы разобрали классификатор целей. Наталья, ваш вопрос. Громко. Почему аналог связанного капитала именно так? Тайм-то-маркет. Мне хочется развернуть и объяснить. Я долго пытался искать вот этот аналог. Вот. Скажем так, первый бонус за. Да, мы будем отключать? Иначе мы простудимся. Это те параметры, по которым мы можем отслеживать успешность нашего проекта. Если мы не меняем ни одной и другой характеристики из двух, ну, две характеристики, изменяем третью лучше сторону, это значит, наш проект успешен. Первый доказательство, Второй момент. мы что-то делаем для того, чтобы либо заработать денег, либо избежать потехи. Ну, штраф, например, если мы не выполняем распоряжение галактирующих органов. Предположим, предположим, пусть у нас есть фичи двух типов. Одна, если мы не выполнили вот до этой даты, у нас минус. Другая это А, другая Б, это мы постоянный плюс получаем, как только мы ее выпустим впрод. У нас есть два варианта. Первый, плохой вариант. Мы делаем фичу А, потом делаем фичу Б. Хороший вариант, мы делаем фичу Б, делаем фичу С, делаем фичу Д, делаем фичу А. Вот здесь мы связали капитал. Мы потратили время наших сотрудников, а как бы деньги получим вот в этой точке. Понятно? Кажется, что это операционные расходы. Нет, это все-таки связанный капитал. Другой вариант. Так, я так понимаю, подозвать их в рядах видно только вверх? Нормально. Нормально. Хорошо. Мы начали делать фичу и сделаем ее следующим образом. Мы вот здесь потратили время аналитиков, время программистов, вот, а тестировщики смогли приступить вот здесь. Значит, вот эти люди должны были делать что-то другое. не расскажу. Это аналог, просто аналог. Еще раз, если мы улучшаем любой из этих параметров, не ухудшая другие, наш проект успешен. Если мы улучшаем один из этих параметров, ухудшая другие, возможно, наш проект тоже успешен. Сейчас ключевым параметром считается аминт-маркет. Я же поняла, то есть аминт-маркет он не аналог связанного капитала, в смысле что-то подобное, это аналог положенности внутри этих двух форм. Это маркер успешности проектов. Полтора года назад, в мае 2015-го, если я не ошибаюсь, если мне не изменяет память, Греф сказал программную речь. Он сказал, что он готов ждать реализации фич для Сбербанка в течение даже целых трех недель. Теперь в Сбертехе паника. Я в 2001-м году работал в фирме, которая зарабатывала порядка 700 миллионов долларов в день. Один день задержки выхода продукта в прод 700 тысяч долларов тогда. Сейчас это другие деньги. Немножко другие. именно поэтому они пошли на отвратительный шаг с точки зрения российских программистов, которые о маркете не думают и не думают о деньгах фирмы. Они сделали костыльное приложение на аналоге аксесса. То есть там надо было по-взрослому, потому что много данных, много операторов, но они сделали его за день и через день после идей вышли в продакшн. Еще раз, один день. Если делать это приложение по-честному, как полагается АПП сервер, приложение там на Дельфиях, Оракл, то они вышли бы через два месяца. Два месяца это потери, сами понимаете, да? Потом они долго и упорно переползали. То есть они сразу практически влетели в то, что в ограничение по численности людей, они влетели в то, что у них не работает выгрузка, она не успевает. А начали писать еще костыли, еще костыли, потом по тем временам потратили неимоверные деньги, но если перевести на сегодняшние деньги, на передползание на нормальную платформу, потратили наверное лимонов 30-50, опять же зелень, не рублей. Если бы они делали сразу по-хорошему, они потратили бы в несколько раз меньше, может быть наплевать на операционные расходы, абсолютно наплевать. Они позволяли себе соотношение один тестировщик на одного программиста, они позволяли то, что проставили у них системный администратор, то есть за рабочую неделю системный администратор работал может быть час, может быть. Им на это было наплевать, у них есть time to market, у них полно денег. Они до сих пор богаче Яндекс, Рамблер, Мейлру вместе взятых. Они умели считать деньги. Итак, поехали дальше. Что такое по-вашему автоматизация тестирования? Это простой вопрос. есть подвох, если ответить на него. Почему? Автоматизация как процесс или как результат? Ну, хорошо. Сначала что это такое? Просто что это такое? Когда вместо людей робот и все. О, хорошо. Ищут ошибки. Отлично. А какова цель этого автоматизации? разгрузить разгрузить человека, чтобы в этом реализации скалить процесс? Разгрузить человека. Как это трассировать на цели? На классе? что здесь? Параллельно можно две задачи делать. снижение операционных расходов? Серьезно? Уменьшение операционных расходов? Серьезно? Серьезно? Я смотрю с ним. Да, серьезно уменьшение операционных расходов. Если система не сильно меняется, я один раз выжился, то кажется, он может бегать и смотреть, это снижение операционных расходов. То есть могут быть ситуации. Но кажется, это очень редкая ситуация. Рассмотрим несколько ситуаций. Одна вымышленная. У нас есть идеальный вылизанный софт, в котором нет ошибок. Мы знаем, что если внедрить в них 200 ошибок, специально подобраны, продажи падают в 20 раз. Например, в два раза. за счет moneyback. Если внедрить тысячу, продажи продают практически до ныле. Опять же, за moneyback, за moneyback, за плохой репутацией, и так далее. Мы внедрили эти тысячи ошибок и отдали двум командам. Сказали, найдите эти ошибки. Одни тестируют вручную, другие автоматизаторы. Там и там пять человек. Результат? Производительность по потоку тестировщиков, которые автоматизируют тестирование, в разы, там, в три, пять, двадцать раз меньше, чем производительность тех, кто тестирует вручную. Да, это экспериментальные данные. Соответственно, те, кто будет заниматься автоматизацией, выйдут на рынок примерно в десять раз позднее. Другая ситуация. Постоянно, ну, это у нас ситуация простая, там софт не меняется, да? Другая ситуация, софт постоянно меняется, ему уже много-много лет, больше десяти, там объем кода, если его распечатать, займет оттуда до туда до потолка, и вот я буду спиной как раз упираться в эту стопку. Да, 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 это те самые тонны кода. Они меряются именно так. Вот, соответственно, там есть две группы, те, кто тестирует вручную, и те, кто тестирует автоматизированно. Когда я занимался этим исследованием, там стало просто интересно, я выяснил, что средняя производительность тестировщика, да, багов там было до чертиков, просто до чертиков, то есть там они тысячами бегали, производительность тестировщиков, которые тестируют руками, вот, 170 среди, среди по отделу, 170 дефектов в год, то есть они находят примерно 170 дефектов в год каждый. Вот, проект автоматизации отнял на тот момент уже 20 человек лет. За это время они нашли целых 20 ошибок. Смешно. Операционные расходы при автоматизации тестирования, автоматизации поиска дефектов не падают, они только возрастают. Это статистика. Если бы не было автоматизации тестирования, тестировщики находили бы больше работ и начали субочные решения. Так, еще раз, нужно либо 10 тестировщиков, которые тестируют руками, либо полсотни, сотни, тех, кто автоматизирует. Где больше операционных расходов? Давайте же про тайм-то-маркет поговорим. Нет, следующую цель. Скорость тестирования. Скорость тестирования. То есть тайм-то-маркет. Тайм-то-маркет. В этом случае что мы должны автоматизировать? Почему? Потому что кажется, она не меняется и кажется, придется нечасто переписывать автоматические тесты. Но там же нет багов почти. И не появляются. не появляются. Как не появляются. В 2003-2005 я участвовал в стартапе. Мы писали большой софт, куча модулей, то ли 20 их было, то ли 30, я не помню. Вот. Когда мы вышли первый раз на продаже, там было 600 юзкейсов. Когда вышли со второй версии, там было 800 юзкейсов. То есть мы постоянно меняли, меняли, меняли его. Вот. Дописывали, дописывали, дописывали. Внутренние релизы были примерно два раза в неделю. Вот. Софт постоянно менялся. первое время я пытался делать регрессионное тестирование, но выяснилось, что ошибок там нет. Если бы было и было бы большой методик. Но это не значит, что не нужно проверять. Почему? Потому что на ошибку стоит все. Мне кажется, что эффект и ценность отсутствия ошибок в регрессионном тестировании уверены, что ошибок нет. И количество багов кажется очень кривым для тестировщика. Коротко. Сейчас мы поговорим об этом. Поехали дальше. В конце концов, я сказал, в всем регрессии больше не занимаемся вообще никогда, от слова никогда. И тестируем только новую функциональность. Еще раз, софт постоянно менялся. Общий объем трудозатрат там был порядка 30 человек лет. Собственно, на программирование примерно 15-20. Ну, то есть, это как бы приличный софт. То есть, там была собственная диаграмма с возможностью двигать мышкой. Там были шаблоны планов проектов, привязаны шаблонами документов, которые автоматически генерились и при генерации подтягивали данные из, собственно, введенной системы. Ну, для составления отчетов. То есть, это были вордовые, эксельные. Там были эти самые структуры предприятия, были возможности назначать на задачу абстрактные роли. То есть, как бы, такая крутая система была. Очень крутая математика, реально очень крутая. Вот. И вот мы выходим в прод. Вот мы выходим в прод. И тут происходит очень интересная вещь. За полгода десятка, полтора наших клиентов смогли найти одну единственную ошибку, которую мы пропустили. То есть, постоянно изменяем софт. Регрессионного тестирования нет. От слова совсем. Одну ошибку мы пропустили. На три с половиной тысячи к тому моменту найденных. Кажется, много чего сделано правильно и хорошо. Это замечательно. Да, там был хороший проектировщик. Поэтому я говорю, в нормальной системе, в нормальной хорошей системе, как правило, регрессионное тестирование просто не не нужно. Я согласен. Если мы вводим параметр есть хороший проектировщик, то заявляем на тестирование может быть тестировщик не нужен. Вопрос, что контент может быть разным. Продолжать хорошего проектировщика и вот вот далее. На то, что полностью наладить регрессионное тестирование требуется огромное количество усилий. Проще направлено гнять еще немножко ручных тестировщиков и поставить их на регрессию постоянно. дешевле получается. Они могут тестировать со сдвигом, то есть в этом релизе мы первый блок тестируем, в втором релизе второй, ну и так далее. Потом снова четные и нечетные или там один к четырем возможно что-то найдут. И еще один момент по поводу тайм-то маркета регрессионного тестирования и прочего и прочего и прочего. Я согласен, что в проектах NASA является нормальным, что на одного программиста приходится 10-20 тестировщиков. Их уровень бездефектности, их уровень бездефектности, который они поставили себе как планку. Одна на миллион. Но у них одна ошибка, это все. Повторяю, у них такая ситуация, у них уровень бездефектности вот такой. В обычном коммерческом софте, на мой взгляд, заказчик вполне нормально принимает, если там от 2 до 5 процентов ошибок находится в проде. Кажется, отличные показания. В смысле, вы еще спросите, где я это видел, да? Я это делал. Дело в том, что уровень бездефектности ставим тумаркетом не дружит. Они находятся в состоянии равновесия папарет. Уменьшая они одно, вы увеличиваете другое. Причем там зависимость такая, что каждый последний еще один шаг стоит безумно дорого. Поэтому я говорю, что регистриционная тестирование, как правило, либо не нужна, либо его можно выполнять со сдвигом вручную, либо еще как-то. То есть оно не сильно тормозит процесс выпуска. Проще сделать, нанять вдвое больше тестировщиков. То есть первая часть тестировать новый функционал, еще столько же людей занимается регистриционным тестированием. Даже на большом проекте это в принципе приемлемо. И это приемлемо даже для финансовых систем. Я считаю, что последний проект электронной платежи там можно было сделать ровно так же. Там, впрочем, примерно так и было сделано. Большую часть коррекционных тестов все равно выполняли вручную. То есть там даже запустили процесс автоматизации, но там сейчас денег просто, как сказать, они на взлете, они деньги вообще не считают. То есть что вы хотите? Пьянку в дорогом ресторане? Да пожалуйста, господи. Хотите настольный футбол? Да пожалуйста. Что вам еще надо? Два монитора? Пожалуйста. У многих стояло три монитора на столах. тебе сколько надо? Я заикнулся о том, что хочу 4К 40 дюймов или 50. Мне сказали, не вопрос купим, пиши заявку. То есть повторяю, они денег вообще не считали. Они потеряли СХД стоимость там сколько она? 120 тысяч долларов что ли? Просто потеряли. Потом нашли. Поэтому они могут себе позволить автоматизацию тестирования. То есть когда у тебя денег как у дырака махорки, ты можешь себе позволить любую глупость. Но в какой-то момент, когда становится рынок конкурентным, выясняется вдруг, что похлопывание по карману это не лучший способ считать деньги. Нет, да, реально было время там, наверное, когда люди считали деньги так, 7 сантиметров. Мне кажется, у них тайм-то-маркет в таком случае нет. Эй-то-маркет идет для высококонкурентных рынков. Важная отличие. Если рынок, если ты делаешь одну систему для одного государства, кажется, что ты можешь кудить. Ну, в общем, примерно так. Итак, кто может предложить еще какие-то цели автоматизации тестирования? Ну, вот да, тайм-то-маркет, но регрессионно здесь не подходит. Сейчас автоматизацию также ручное тестирование проходит. Автоматизацию и ручное тестирование соединить. Это цель автоматизации тестирования? Проекта? Совместить? Ну, совместить, тем самым все равно снизить затраты. Так затраты увеличатся. Почему у нас часть будет автоматом проходить? Несколько итераций. Еще раз, количество найденных багов автоматизированного теста безумно мало. это показатель эффективности. Это показатель эффективности. Не знаю, Александр со мной согласен. Дедушке российского тестирования я верю. Я с дедушками тестировали и спорить не буду, потому что старших надо уважать. Но хочу сказать, что работающий продукт это не то количество найденных штук, а то количество штук, которые работают на прооне. Поэтому для меня... Ну, процент бездефектности. Одна из метрик. Да. Ну, давайте, кстати, запишем метрики. Процент бездефектности в прооне одна из вознешних всех характеристик. Это метрики собственного тестирования. Теперь внимание, вопрос, да? Каждый релиз, каждый релиз, каждый недельный релиз программисты вносят в софт тысячу багов. Ну, если отладка это способ исправления багов, то очевидно, что программирование это способ внесения багов. Нет, что-то не так? Да, да, отладка это способ внесения багов. Вот. Второе. Вторая характеристика. Общее влияние на time-to-market. Раньше я думал, что очень важно то, насколько быстро мы поставляем информацию о дефектах программистов. То есть, если мы их поставим через неделю, то это плохо. Если поставим через час, то это хорошо, они сразу садятся, пока кот в памяти живой. Вот. Сейчас я считаю, что нужно считать всю цепочку. То есть, насколько изменение нашего процесса окажет влияние полностью на time-to-market. Кажется логично. Кажется логично. То есть, я могу, например, писать баги быстро-быстро-быстро, но половину из них программист не поймет и вернет с пометкой. Я не понял, что это написал. Ну, реально видел фирму, в которой четверть багов возвращалась с примерно такой пометкой. Или не смог выезапроизвести, или читать требования, мужик. Там черным по белым и русским написано. Вот. То есть, а вот само чтение, там почта упала, надо отвлечься, а вдруг что-то важное. Поднимают ошибку, пытаются полчаса воспроизвести, она не воспроизводится. Мужик, ну ты чего? Вот. То есть, общее влияние на time to market. Сюда вот как раз процент возвратов идет, скорость поставки и так далее и тому подобное. Перекладываем анализ, анализ с дефектом мы производим сами, или этот анализ производит программист, и так далее и тому подобное. Третье. каждый релиз, каждый недельный релиз программисты вносят 100 багов. Нам нужно их найти. Вопрос, сколько нужно людей? Если нам нужно 5 человек и если нам нужно 20 человек, что лучше? Не хватает информации, чтобы принять решение. Лучше для чего? Чтобы больше багов найти или чтобы меньше заправки? Еще раз. Программисты вносят каждый релиз порядка сотни багов. Нам нужно найти от 95, найти от 95 до 98. Это приемлемый результат. Это результат, на котором мы ориентируемся. В случае одного процесса нужно 5 человек, в случае другого процесса нужно 20 человек. Что лучше? Неужели 5? Да еще не ясно. Нельзя так сказать. Почему? Операционные расходы говорят, что 5. Time to market говорит, что 20. Что? Time to market говорит, что 20. Не, еще раз. Вот эти параметры остаются неизменными в любом случае. Просто это разные процессы. Хорошо. Хотите идти от фод? Пойдемте от фод. Фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда. При одной организации процесса нам нужно 50 тысяч долларов в месяц. При другой организации нам нужно 200 тысяч долларов на оплату тестировщика. что лучше? Теперь кажется, что первое. Внезапно, правда, да? Тестировщик, который пишет автоматизированные тесты, несмотря на то, что это слабые кодеры, почему-то случайно получает зарплату больше, чем профессиональный тестировщик, который тестирует вручную. Там процентов на 20. Непонятно почему. Нам нужно либо 5 тестировщиков, которые тестируют вручную профессионалов, либо 20 кодеров, которые получают зарплату, больше, чем каждый из этих, на 20%. Отличный ход. Звучит, как будто мы тут должны сейчас все не наведить автоматизацию. Я не знаю. Я воюю с автоматизацией, с бездуманной автоматизацией уже много времени. Я понимаю, что это знание задним умом. это какое-то из когнитивных искажений. Люди мозг отключают очень часто. Это нормально в принципе, потому что некоторые действия мы должны делать не думая, потому что мышление требует серьезных затрат. Мозг в состоянии, когда мы используем быстрое мышление, потребляет 20% энергии тела. Нет, когда мы начинаем думать, это возрастает до 30, 40, в условиях стресса до 60. Это очень серьезная штука. Чтобы вы понимали, вот здесь у нас 20 единиц, 20% энергии. ситуация А. Это мышление быстрое. Питер Отц называет его интеллектом, а второй вид мышления, которое медленное, он называет разумом. На нашей терминологии айтишной вот это использование кэша в памяти операционной, вот это использование процесса. Использование процесса, дорогая операция, приводит к большому энергопотреблению. Особенно это если вычисление, например, хэш-таблиц, создание хэш-таблиц. Один раз создали, очень много энергии потратили, потом использование как бы дешевое. Вот здесь 80 уе 80 процентов. Теперь б 60 процентов. 40 процентов. Эти 80 уе никуда не делись. Никуда не делись. Соответственно здесь у нас будет 120 уе. возрастание энергопотребления мозга в 120 раз. Кстати, да, это может, если вы используете разум слишком часто, это может привести к очень неприятным последствиям. То есть если вам приходится напряженно думать в течение нескольких недель, вы потом можете вполне сыграть в больничку. У меня такие случаи были, к сожалению. жаль, я вовремя книжек не почитал нужных. То есть я понимаю, что люди используют в кэш, они знают, что если вместо двуручной пилы лесорубам вручить бензопилы, это автоматизация, то результат отличный. Они знают, что трактор пашет лучше, чем лошадь в автоматизации. Они видят, имеют огромное количество примеров в своей жизни, что автоматизация полезна. они так думают. И поэтому они пытаются применять это в других проектах. Мне кажется, мы еще бы один фактор не сказали. Он не такой важный, но он есть человеческий фактор. То есть при автоматизации мы так или иначе его отказываются. Он может не сильно важный, просто мне кажется, его все равно нужно назвать. Какой? Ну вот, человеческий фактор. Ручной тестировщик может ошибаться Автоматизатор может ошибаться. И тест много раз тестируют не то еще. Почему мы уверены, что соотношение автоматизаторов к ручному за то же количество работ будет в 4 казнодорки? Статистика показывает, что на разных проектах там примерно вот так. Либо в 3 раза производительность падает, либо в 20. мой пример я видел в 200. Проведите измерения и покажите мне результат. Еще раз, я проводил измерения. Один гнумстам. Вот я уважаю американских менеджеров, там говорят, они тупые. Нет, они не тупые, у них есть очень хорошая поговорка. Покажи мне деньги с телой ставку или иди в сад. Поэтому покажите. Второе, вот американцы отличаются от наших менеджеров, наши любят террористизировать. А вот мы сейчас у куриц нарисуем на клюве желтый треугольничек, они перестанут дохнуть. Эти ребята там за рубежом, они используют научный метод. Они выдвигают гипотезу, проверяют ее и потом принимают результаты, какими бы неприятными они не были. и за это я их уважаю. Поэтому проведите эксперимент. Вот здесь вот, вот здесь вот. Кто меня, я просто не вижу сейчас всех людей. Кто был сегодня и вчера на тренинге у меня? Просто вы, кажется, переоделись? Или у меня глаз замылился? вот. Мы проводили эксперимент на сбалансированную производственную цепочку по примерно тем данным, которые соответствуют разработке ПО в реальных проектах. И выяснилось, что сбалансированный цепочек это путь к разорению сбалансированной помощности. Мы просто провели эксперимент. я просто провел эксперимент и выяснилось, что оценка трудозатрат по тамарной задаче невозможна. Я это принял. Да, я могу рассказать эксперимент, но, как быть, это не в этом тренинге, но она невозможна. Я провел эксперимент, я этот результат принял. Поэтому проведите эксперимент, покажите мне результаты. Вы понимаете, если софт не меняется, то тестировать не надо. Если софт меняется, тесты тоже меняются. Вот как ни странно. Да вы что? Магия. А вы не пробовали API тестировать? Раз вы меняете функционал, на это изменение вы изменяете этот самый тест. Там вам тесты зачем? Коллеги, ну, кто ж вам доктор, если вы при огнестрельном ранении рану заливаете кипящим маслом? Как это делали, когда только огнестрельное оружие появилось? Кажется. покажите мне результат. Кажется. Нет. Если я выберу этот, я его не покажу. Вот это вот инерция мышления, то, что мы не думаем и пытаемся переносить результаты из одного проекта в другой, причем совершенно необдуманно. Вот она была хорошо показана в фильме советских времен, кераметражка, по-моему, в Грузии фильм ее снимала. Вот селянин залез на дерево, кричит, ему, спускайся, не могу, прыгай, разобьюсь. Идет другой селянин с веревкой. Он говорит, я знаю, как его снять. Сейчас все сделаем. Бросает веревку, лови, поймал. Привязывай к дереву. Зачем? Привязывай, привязывай, я знаю. Вот, а теперь селяния тянем. Бабах, дерево падает, ты что, дурак? А мы вчера так с колодца человека вытаскивали. Поэтому вот эта аналогия, то, что в других областях автоматизация приносит прибыль, переносится необдуманно на автоматизацию тестирования. Вот. В книге цель 1 приводится очень интересный пример. Там внедрение роботизированной линии вместо ручного труза сделало завод убыточным, практически привело его к закрытию, и только регулярная остановка этой линии смогла спасти этот завод. Ну, не только это действие, но как бы это было обязательным условием. Кстати, если бы они его не покупали, завод так мог остаться прибыль. Можно вопрос. Вы относитесь на методологии сейчас популярной тест-дрибер позволяет, переключая контекст, лучше понимать, что твоя проба должна делать вот этот класс. Но это не полное тестирование. нет, не регрессионная, она тестирует то, что есть сейчас. Вот. Ну, я согласен, что вот этот, вот это ТДД, оно да. Просто почему-то под автоматизацией тестирования всегда понимают, что вот мы гоняли ручками, теперь их через ГУИ у нас будут это все дело гоняться тестами. Так даже в Википедии написано. То в Википедию поубивать бы тех, кто ее писал. Нет, это широкие знания получаются. Вот. Есть еще техники тест-ферс, когда тесты на класс пишутся сразу все. Есть еще другие техники. вот. Но почему-то, как правило, вот тестировщики понимают под этим именно тестирование через ГУИ. Вот. И то, что этот код пишут не программисты, а пишут его тестировщики. Крайне рекомендую почитать статью Дмитрия Ручко, которую он написал, это по сути расшифровка его доклада на второй Эскуадейс. Это очень грамотный человек. Он действительно классный тестировщик. Вот. И там множество мифов описано по автоматизации. Как вот дополнение к этому семинару, оно очень зайдет. Так вот, что на самом деле может уменьшить тайн-то маркет? Даже если мы будем писать автоматизированные тесты через ГУИ, вот, и будем их гонять. На одном из проектов там вот такая моделька. Сайт мерча. На нем наш виджет. Виджет платежного интерфейса. То есть, ну, какой-нибудь там, не знаю, интернет-магазин, продажа авиабилетов, еще что-то. Вот. И здесь способ оплаты. Переводу деньги за товар. Вот. Тут есть наш гейт. Тоже чисто наш. Ну, не, вот это все наше, да. Просто это расположено здесь, а это вот у нас. Так. Там платежная система. Вот. И, соответственно, идет бабах, оплата совершилась. Вот. Мы переписываем этот софт, потому что старые это костыли, просто, ну, не просто костыли, а груда, большая груда костылей. И когда вам нужно что-то исправить, вы должны залезть в эту кучу, найти именно тот костыль, вот у которого на левой ручке есть какая-то царапина, по которой мы, собственно, ищем, перерывая всю груду. Вот. И теперь мы хотим получить нормальный софт. Вот. Я говорю на основном совещании. Ребята, давайте сделаем так. Вот сейчас, прямо сейчас верстальщика у нас нет. Давайте привлечем верстальщика. Он нарисует вот этот интерфейс без кода, но со статическими локаторами. Вот это очень важно, да? Мы, тестировщики, напишем на него автоматизированные тесты, потому что вот сюда, вот здесь есть тестовая площадка, и там есть нормальная API. Мы можем проверить, что все прошло удачно. Мы вот здесь проверять ничего не будем. Мы вот здесь вот дернем, а вот здесь проверим. Программисты дай, 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 потому что это кардинально сокращает время этих работы. Он делает коммит и сразу проверяет. Он не отдает в тестирование. Мы не переносим ничего на тестовый стенд, гоняет он. Коммит, тест, коммит, тест, коммит, тест. Через ГУИ, да, через ГУИ. Тестируется вся система. Дай, дай, дай. Вот это автоматизация крайне выгодна, потому что она позволяет резко сократить время разработки и позволяет резко уменьшить количество ошибок. Ну, как бы. То есть автоматизация нового функционала, причем написание тестов до того момента, как закончено написание кода, крайне выгодно во многих проектах. Более того, вот если вот эта вот скорость добавления фич, вот если у вас скорость написания тестов, вот вы стартовали здесь автоматизированных через ГУИ, будет вот такая, вы никогда не покроете тесты. А это классическая ситуация. Почти везде автоматизация ведется именно так. Поэтому вы сначала должны полностью покрыть, успевать покрывать тестами новую функциональность, которую собираются выпустить. И только потом, когда вы достигли этой скорости, достигли этой производительности по написанию автоматизированных тестов, вы можете начать автоматизировать регистрационное тестирование того функционала, который уже был, перед тем, как вы начали этот проект. То есть сначала вы должны вот здесь добиться того, что у вас скорость вот такая, потом должны сделать вот так. В этом случае у вас все будет нормально. Еще раз, имеет смысл начинать автоматизацию поиска багов исключительно с автоматизацией тестирования нового функционала. Иначе вы тайм-то-маркет не уменьшите. Да, при этом упадет производительность по потоку, то есть количество найденных багов будет меньше. Ну, кстати, в новом функциональном багах всегда больше, поэтому там будет немножко лучше, чем если мы автоматизируем регистрируем тестирование. Но все равно тестировщик придется нанять больше. Но опять же, если у вас денег много, если у вас действительно нормальный, хороший проект, это выгодно, потому что это может сократить тайм-то-маркет даже в два раза. Когда то есть я рассказываю программистов, представь себе, мы тебе поставляем тесты до того, как ты написал функционал. У тебя из оперативки еще не выгрузился этот код, ты все помнишь. Ты видишь ошибку, ты сразу понимаешь, где она. Говорит, дайте мне эту систему, я буду счастлив. и так говорят практически все программисты. Здесь есть программисты? Это комфортная работа? Конечно. Да? Нет? Нет, я не понимала. А? Вот. Но на самом деле это не вся сказка. В рабочем центре тестирования есть множество процессов. Поиск багов один из этих процессов. Возможно, имеет смысл начинать автоматизацию с автоматизации других процессов. Возможно. Правда? То есть сначала вы должны составить полный реестр всех процессов, которые у вас есть. И только потом можно будет выбирать, с чего вы начинаете автоматизацию. Это логично, нет? Это вообще логично. Странно, правда? Это даже не здравый смысл, это просто пять минут подумать. Вот. Например, у нас есть процесс составления отчета о тестировании. Сколько багов было найдено, сколько прошло в продакшн, попало в рамках релиза, сколько багов исправили, сколько в тупейкс и так далее и подобное. Правда? Правда, да? Вот. Зачем писать этот отчет каждый раз? В скб контур почти во всех командах это автоматизировано. И, собственно, я предлагаю начать автоматизацию тестирования именно с этого процесса. М? Вы все-таки баг-трейлер. Баг-трейлер, конечно. И в нем дашборд. Ну, конечно, у нас есть. Ой, вы знаете, они бывают такие разные. Попал я как-то на отвратительнейший проект. Отвратительней в том смысле, например, что, несмотря на то, что это персональные данные, базы данных были не закрыты в фейерволу и не были запаролены. А замечательные программисты хранили историю изменения логирования пароля в открытом виде, несмотря на то, что сам пароль был хешером. Аплодисменты. Вот. На этом проекте эти ребята ввели список инцидентов в целых четырех Google Docs. Каждую неделю, если не чаще, заказчик просил поставить отчет, что исправлено, что неисправлено, то есть, какой отчет тестирования. Вот. Эти ребята ходили обедать в семь-восемь часов вечера, потом шли опять на работу. Часов в двенадцать или в час нам они уходили, потому что свести четыре Google Docs, понять, что где, проапдейтить, понять, что вот здесь мы все-таки закрыли, а вот эта задача, написанная другим языком, это точно так же задача. Довольно сложно. Я не понял. Сказал, у меня будет жира. Не-не-не-не-не, мы не будем пользоваться жиром. Я не... И говорит, пофиг. Вот у меня первая линия, первая линия будет пользоваться жирой. Вот. После этого обнастроил дашборд, у нас все потекло хорошо, все замечательно, замечательно, замечательно. Вот. И меня требуют. Пришли мне отчеты тестирования. Я спрашиваю, что должно быть в отчете? Ну, ты знаешь же, что должно быть в отчете? Я-то знаю, что вам нужно. Ну, ты пришли нам отчет? Посылаю ссылку. Вот здесь все есть. Не-не-не, пришли нам отчет. Еще раз. Вот ссылка. Что вам надо? То есть, у меня все автоматизировано. Пришли нам отчет? Еще раз. Вот ссылка. Пришли нам отчет? Хорошо, делаю скриншоты, посылаю. О, нам надо вот это. Вот ссылка. Но факт в том, что я до 12 не сидел. Я в любую секунду мог предоставить отчет. Вот. Второе, что можно автоматизировать и без чего у вас автоматизация поиска багов не взлетит. Это тестовые стенды, обслуживание тестовых стендов, передача кодов, тестирование. Но не взлетит без этого. Толку-то от того, что тест проходит 5 минут, если вы на настройке тестового стендов, тратите день. Я видел проект, на котором вот у меня ушло лично. На тестирование элементарнейшие вещи. Белая надпись на белом фоне просьба изменить фон. Сколько надо тестировать? Ну, чтобы еще куда-то рядом потыкать, не сломали или чего-то. Там код был. Поправили CSS, сломали авторизацию. Добавили элемент справочника, положили систему на 2 дня. Что? В том проекте регрессия была уже не нужна. С этим кодом, надо было обнять и плакать, что называется. У меня ушло полтора часа на настройку стенда. У вас Ubuntu неправильное. Везде замените localhost 127.001. Она не понимает localhost. А вы раньше не могли сказать? Я полчаса бился головой об стенку, пока к вам не пришел и вас не дернул. Нет, все равно не работает. Теперь ищем второго виновника. Долго ищем. Какая-то сволочь. Захардкодил справочник, постоянно меняющийся, в конфиг файл. Никому об этом не сообщив. Сломав все стенды у всех. Поэтому вот это. Проект, где мы были наиболее производительны. У вас есть статистика у кого-нибудь? Сколько багов вы находите? Какой процент без дефектности? Кто-нибудь ведет статистику? Так. Какая у вас? Бага в год. Дефектов, попавших в прот? Мне кажется, вы со своими двумя-пятью процентами очень большой ретрограмм. Современный статистический. У вас класска 10. Хорошо. А в среднем сколько тестировщик находит ошибок в год? 66. В год? Да нет, сейчас скажу. Ну вот на проекте, о котором я уже говорил, это самая большая сложная система на 800 юс-кейсов. Одна ошибка на 3,5 тысячи процент без дефектности. Зря мы это сделали, ну как бы очень хотелось сделать качественный софт. Вот. Слишком поздно на рынок вышли. Получился софт, получился слишком дорогим. Вот. То есть если бы мы вышли, мы могли выйти через год, мы могли обустить тогда планку раза в три и соответственно мы бы рынок завоевали. Возможно, сейчас были такие, как А1С, но только на том рынке. То есть вот там тогда я не знал про Тайм-то-Маркет, что это является ключом. Вот. Пользователи визжали от восторга, когда им демонстрировали этот софт, но только до той поры, пока мы не называли цену. После этого они начинали ругаться. Вот. Дальше. Я, будучи руководителем отдела, занимаюсь обучением сотрудников, приема сотрудников, изменением процессов, написанием регламентов, в том числе и для программистов. Вот. И прочими интересными вещами находил в среднем 145 дефектов в месяц. Лучшая моя тестировщица находила порядка 130 дефектов в месяц. Ну. Вы с дефектом как разумеваете на зиму уже на версии в коде косяк? Да, косяк. Незаведенный отдельно как отдельно существующий дефект. Причем, скажем так, коэффициент мы не будем править, у нас был порядка 20, это нормальный коэффициент. То есть мы писали дефектов немножко больше, чем их правили в итоге. То есть это было достаточно хорошее качество. Причем, да, это дефект, это не возврат от программиста, возврат от программиста там был 3 или 5 процентов. 5 процентов. А это именно, что менеджер принимает решение, мы не успеваем, значит мы не будем править. То есть как бы вот нормальные характеристики. Одна из причин, по которой мы этого добились, это передача кодов тестирования. Как это происходило? Мы выпускаем новую версию, мы идем к нашему заказчику, тогда с интернетом было тяжко. Мы бросаем диск на стол и уходим пить чай с девочками. Бухгалтер берет диск, сам ставит систему. И вот эта простота передачи кодов тестирования позволяла нам брать и тестировать релизы каждые две недели, а хорошее проектирование позволяло не делать регрессию. Возможно, вам удастся еще что-то автоматизировать. Например, возможно, вам удастся автоматизировать обучение. Регламенты в Вики, видеозаписи лекций и так далее и там подобное. Автоматизированные тесты после просмотра лекций для нового сотрудника. Это связано с Continuous Delivery? Нет, это не связано с Continuous Delivery. Continuous Delivery — это другая штука. Это когда из Finch и Бранча программист коммитит в транк на Continuous Integration, сервер Continuous Integration, компиляция прошла успешно, запустились тесты какой-то под набор, все прошло успешно, и сразу после этого пошло впрод. Ну, это идеальный вариант. Там тайм-то-маркет очень маленький. Как только фича вышла из первого программиста, в идеале там нет тестировщика, который тестирует, время тратит. Там не релизный цикл, там цикл по фич. Фича готова, она ушла. Возможно, есть еще какие-то процессы, которые имеют смысл автоматизировать, но я бы начал с этих двух. И только потом, когда-нибудь, где-нибудь, вот тут, перешел бы к автоматизации поиска багов. Назовем это не процесс тестирования, а именно процесс поиска багов. Впрочем, дело ваше. Не хотите, чтобы ваша фирма зарабатывала больше денег? Это ваше право. Нет, вполне возможно, что в вашем проекте это не так. Возможно, у вас проект, где уровень бездефектности должен быть очень высокий, потому что у вас какая-то финансовая система, пропущенная ошибка, одна единственная, может элементарно разорить фирму. Ну вот как было в сентябре 2015-го, какая-то есть фирма, торгующая, самопоставляющий софт для торговли на высокочастотнике, то есть типа Форекса, но роботы торгуют. Вот они не провели тестирование инсталляции, в результате на один серый софт стал неправильно из восьми. И они начали терять деньги со скоростью 10 миллионов в минуту. Через 45 минут они смогли остановить сервера, но было немножко поздно. Они потеряли полмиллиарда и, в общем-то, естественно, немножко разорились. Вот. Вопросы? То есть полная автоматизация регресса как раз зависит от того, какой уровень бездефектности проди вы можете себе позволить. А если у меня, например, кроссплатформенность, тогда автоматизация не становится легендарной? Когда как. Если у вас обязательно очень большое количество конфигураций, может быть, но я вот не особо верю в пользу этого. Вот. Да, часто выгодно автоматизировать не функциональные тесты, а тесты производительности. Тестирование производительности, нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование вообще очень тяжело провести руками. Знаете, чем разница вот этих четырех видов тестирования? Объемность, стресс? Расскажете. Ну, стресс-тестирование — это тестирование, которое позволяет определить рамки, для которых система, ну, будет уже, кажется, выполнять какую-то часть функции. Ну, я бы добавил, что поднимется ли она после того, как ляжет сама, после снятия нагрузки. Ну, и, соответственно, временные рамки. Собственно, ну, само нагрузочное тестирование, это уже тестирование по требованию. То есть, если у нас есть требование, что там тысяча пользователей... Нагрузочное? Нет, нет, это тестирование производительности. Сколько пользователей в минуту, в единицу времени мы можем служить? Я отвечаю на вопрос «Сколько?», оно отвечает на вопрос «Сможет ли?». То есть, есть требования, которые мы подаем просто... Ну, уровень сколько надо. Мы все равно меряем, сколько максимум. Мы говорим, что 100 пользователей в минуту мы обслужим, но можем мы служить и 500. Ну, это уже как раз стресс. Нет, 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 это не стресс. Стресс? Поднимется ли система после снятия нагрузки? То есть, просто эти виды тестирования отвечают за разные атрибуты качества. Еще раз, за разные атрибуты качества. Атрибуты качества можно посмотреть в ГОСТе 25.0.10. И крайне рекомендую этим ГОСТом пользоваться. Изучите его тщательно. Я считаю, что любой тестировщик должен его изучить. Вот, хорошо, тогда я сам продолжу. Нагрузочное тестирование — это поиск утечек. Мы даем нагрузку немаксимальную, а близкую к ней там 75-80, вот где-то вот так рекомендуемо. И оставляем на длительное время. Обычно рекомендуется на сутки. То есть, мы ищем memory leak, утечки памяти. Возможно, другие утечки. Возможно, утечки пулоконнектов. То есть, любой ресурс, который может утечь. Когда программировали на оси, это было обязательно. Потому что, там, видел рассказ, системам приходилось перегружать сервак каждый час. Утечка памяти. Объемное тестирование — это мы увеличиваем объем данных и смотрим, сколько наша система может держать. То есть, на сколько лет она рассчитана. То есть, это степень деградации системы со временем. Разные атрибуты качества. Их часто выгодно автоматизировать. Особенно нагрузочным тестированием. Но тестирование производительности ведущие российские фирмы часто проводят вручную, потому что это дешевле. Яндекс так поступает, Баду, кажется, ВКонтакте. Делается очень просто. Делается сплит. Часть пользователей показывается интерфейс, который не ведет на новую функциональность. Часть показывается интерфейс, который ведет на новую функциональность. Ну или просто вот новая функциональность высвечивается. И потихонечку, по процентику добавляют. Смотрят, что происходит с рываком. Просто так быстрее и дешевле, чем автоматизация. Ну да, действительно, нагрузочный тестирование часто выгодно автоматизировать. Я не спорю. Тестировать через API гораздо выгоднее, чем через ГУИ. И тестирование самого API? Ну так как бы, тестирование через API гораздо выгоднее, чем тестирование через ГУИ. И тоже вручную? И тоже вручную? Можно вручную. Хорошие программисты сейчас так и делают. Ручками. Я тестировал API ручками через Postman. А вот если говорить про программистов, какую пример, так сказать, если мы говорим о выгоде, на каком уровне стоит остановиться программистам при написании тестов? Ну вот, допустим, тестирование, девайлов, но вы говорите, хорошо. А интеграционные тесты, например, стоит писать? Тестирование зависит от проекта. Вы понимаете, вы должны владеть, если вы столер, не только молотком, шуруповертом еще должны, электролобзиком, шлифовальной машинкой, покраской должны владеть, если вы делаете табуретку. ТРИС говорит, что вы должны владеть порядка 40 инструментов. И применять их время от времени. На каждом из проектов вы применяете 1, 2, 3 инструмента. Вы спрашиваете, надо? Да, на определенных проектах надо. Ну хорошо, это не НАСА проект, так скажем. Не финансовый, допустим. Я не знаю вашего проекта. На одних проектах надо, на других не надо. Нет, ну тут же у вас определен по статистике, что регуляционное инвестирование автоматическое больше... Хорошо, хорошо. Вот, вот, коммерческий проект. Выпускаем мобильное приложение для водителей. Приложение работает в две стороны. Первая сторона. Я сейчас выпил столько-то. Ну, скажем, две бутылки пива. Когда мне можно за руль? Рассчитай время. Прямая масса известная. Обратно мне через 12 часов за руль, сколько я могу сейчас выпить? Нужно там интеграционное тестирование, автоматизация интеграционного тестирования? Нужно там юнитный тестирование? Да нет, нифига там ничего не нужно. Никакая автоматизация там не нужна. Это в том проекте. В другом проекте это может быть нужно. Я правильно понимаю, что на самом деле автоматизировать нужно только то, что будет повторяться? А при хорошем проектировании любой тест должен проводиться один раз. Правильно? У меня есть статья на эту тему. И на многие вопросы в моем блоге есть ответ. Да, идеальный тестовый набор — это такой набор, где каждый тест находит одну ошибку. Идеальный тестовый набор — это такой набор, который находит все ошибки, которые надо исправить. Те, которые не надо исправить, он может не доходить. При идеальном процессе разработки каждый тест из этого набора можно проводить один раз. Нужно проводить? Да. 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 Кто читал? Я заходил. Там известная очень популярная серия — это байки для роженоса. Самая популярная статья — там пример плана тестирования. Ну и еще там в заключение. Я регулярно провожу теперь вебинары на Time to Market. Уууу, Time Paddy. Я не помню, что перед этим стоит сейчас, поэтому врать не буду. Информацию об этих вебинарах можно найти на софтовой тестинге, ну или можете мне лично написать. Пофиг. Хоть сюда, хоть в Skype. Через неделю, в субботу утром, в 9 часов запланирован вебинар на очень интересную тему — современная классификация видов тестирования. То есть это то, чего нет нигде. Больше. Нет. Максим, вот та классификация, которую мы сделали для видов тестирования. Она что? Она где-то встречается, она лучше или хуже, с ТКБ и так далее. Мы вообще-то взяли ее из ГОСТа, а дальше фасетная — это способ классификации тех знаний, которые у нас есть. Фасетную я слышал пока только у вас. Понравилось? Это дает возможность понимать, что у вас за вид тестирования, разговаривать на одном языке с другими людьми и при необходимости придумывать новый вид тестирования. Вот сегодня мы придумали новый вид тестирования. Правда, не знаю, как, мы не знаем пока, как назвать. Сам... М? Пока не было. Ну да, хорошее было предложение — контур-тест. Ну что тогда, коллеги, всем спасибо, что пришли. Субботу вечера, выходной. Надеюсь, мы с вами еще встретимся на конференциях. Продолжение следует...